Итак, картинки с выставки Автомаг бензоколонка 2006, как всегда, конец октября. И начинаем мы свой обзор этой выставки со стенда, как и странно, Уралавта. Но почему, скажите, если Китай сейчас может иметь свой ровер, то Корея не может иметь свой Ягуар? Итак, первая машина, которая нас привлекла, это Киа Апирус, лицо Ягуара, корма Линкольна. Странный все-таки город Магнитогорск. Праздники и фейерверки по каждому куку. И чихать на проживающих и проезжающих людей. Игрушки строим, так на бюджетные деньги. Выставки авто проводим в легкоатлетическом манеже. Название тоже странное. Вы хоть одну бензоколонку там видели? Мы нет. Предложение. В следующем году переименовать. Типа все автосалоны города за 30 рублей. Что нового? В массе свои кривые понты. Что порадовало. Как минимум три новинки в одном месте. Вместе экспозиции Уралавто. Чем мы на выставке не стали заниматься? Не стали заниматься вылизыванием машины в условиях низкой освещенности. Это удел других путешественников по автовыставкам. Мы голопом пронеслись по всем экспозициям, задержавшись разве что у любимых квадриков. Но цель определенной преследовали. Поглядеть на новый Kia Magentis, Ria, Nissan Tiana и ненаглядный Апирус. Наконец, американский дух. Лусый корейской интерпретации. За реальные деньги. Если бы мы в рамках этого сюжета попытались рассказать о экспозиции Уралавто, а это не только автомобили, но и знаменитые масла Ликви Моли, то вас бы, дорогие телеслушатели, мы бы явно перегрузили. Все эти модели вы вместе с нами протестируете на своих диванах чуть позже. Обещаем. А тем, кто не успел сходить на выставку, расстраиваться не стоит. Вы ничего не потеряли. А приобрести вы можете хорошее авто по приемлемым ценам. Вместе обитания Уралавто на советской 32. Эта выставка продажа свою работу не прекращает. Да и закончить свой обзор мы решили тоже на стенде Уралавто. Это новый Kia Magento. Наш любимый корейский американский автомобиль.